Народ, не забываем насчет Лысенко, не забываем насчет помощи обездоленным людям. И что я хотела еще сказать. Вот тоже признаюсь, что была не права, хотя вот как бы публично об этом всем не говорила. Я, как известно, человек не сильно сентиментальный и все такое. Я вот не понимала, зачем люди пишут там какие-то дополнительные трогательные письма, вкладывают их в свои посылки. Но вот Лысенко меня пристыдил и сказал, что в этом вопросе я просто абсолютно и категорически не права. Вот он выложил сегодня у себя на паблике в телеге эти записки, которые люди вкладывают в посылки. Лысенко пишет, спасибо вам за ваш труд, за милосердие, за веру в людей. Люди пишут письма. Здравствуйте, Андрей, меня зовут Светлана Федорова, живу в глубинке Вологодчины. Веду канал о вязании, подписчатся, за все вяжут. Вот человек связал носочки, спасибо за то, что вы делаете. Надеюсь, мои вещи кому-то помогут. Дорогой неизвестный получатель, хочу вас поздравить со светлым праздником Пасхи. Не знаю, успеет ли моя открытка к этому дню, скорее всего, нет, но все равно Пасха – день воскрешающей надежду. Надеюсь изо всех сил, что у вас все будет хорошо. Юлия. От многодетной семьи из Санкт-Петербурга. Держитесь. И так далее, и тому подобное. Этих трогательных писем и записок очень-очень много. Признаю, я была неправа и недооценивала важность. А вот Лысенко мне сказал, что ты адвокатишка безэмоциональная, ты нифига не шаришь. А прикинь, каково человеку, который все потерял, сидит в подвале, никому не нужен. До него чисто случайно там доехали там рандомные волонтеры. И он получает не просто какие-то там вещи там или там растворимые супы или что-то еще. Но он получает вот такую записку и чувствует, что он вроде как всеми забытый и никому не нужный в этом подвале. Он не один. О нем думают какие-то люди с другого конца страны, которые не поленились собрать посылку, сходить на почту, прислать ее и черкнуть пару строк поддержки. Андрей говорил, что люди вот реально плакали даже не из-за вещей, а из-за того, что о них кто-то помнит. На другом конце страны абсолютно незнакомые люди, которым не все равно, которые помогли и заморочились. Поэтому пишите, ребята, записки. Признаюсь, была не права. Пишите эти трогательные письма. Лысенко уверяет, что они помогают поддерживать в людях боевой дух и веру в победу едва ли не больше, чем вещи и деньги. Так что вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...